Приветствую! Одним из самых актуальных вопросов является вопрос постановки женщин на воинский учет. И, конечно, нас беспокоит не сам факт постановки женщин на учет. Нас интересует, а что будет дальше? А запретят ли выезд женщинам из Украины? А будут ли их призывать? Но для меня главный вопрос, с которым я хочу сейчас разобраться, является следующий вопрос. А в принципе, можно ли женщин призывать на воинскую службу? Возможен ли призыв женщин и их мобилизация? Вот с этим давайте и разберемся. И для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно обратиться к тексту законов. И мы с вами сегодня рассмотрим Конституцию Украины, закон о воинской службе и воинской обязанности, а также закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. И начнем мы, естественно, с Конституции Украины. 65-я статья Конституции Украины гласит о том, что «Захист витчизны, незалежности та территориальной целостности Украины, шанувание ее державных символев, е обовязком громадян Украины». Как мы видим, здесь используется конструкция громадян Украины. Здесь не указано, что мужчин, либо женщин, а всех граждан Украины. Соответственно, вот эта статья 65 Конституции Украины, она распространяет свое действие на всех граждан Украины, независимо от пола. Теперь переходим к вопросу, который регулируется законом о воинской обязанности и воинской службе. В части 11 ст. 1 данного закона указано следующее. Женки, которые имеют специальность або профессию, спореденную с соответствующей воинской обликовой специальностью, визначенную в перелику, затверженном Министерством обороны Украины, и придатны к проходению воинской службы за станом здоровья и веком, берутся на воинской облик воинской обязанности. Собственно говоря, здесь речь идет о том, о чем мы уже давно говорим, что женщин будут брать на воинский учет. При этом здесь не говорится о том, что женщины берутся на воинский учет добровольно. Обратите внимание, здесь таких слов нет. Здесь просто берутся на войсковый облик. А соответственно, кто их берет? Те организации, которые ведут воинский учет. Соответственно, с точки зрения закона, с точки зрения закона о воинской обязанности и воинской службе, женщин можно ставить на воинский учет. В тех случаях, соответственно, если они имеют соответствующую профессию, которая указана в перечне Министерства обороны Украины. Идем дальше. Смотрим часть 12. Этой же первой статті закона ОВО и ВС. Женки, которые проживают на воинском облике, могут быть признаны на воинскую службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення обороны держави у военный час. У мирный час женки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку, за контрактом. На що здесь ми обращаємо внимание? Що в добровільному порядку по контракту женщини прийняются на службу ТОЛЬКО ВМИРНОЕ ВРЕМЯ. В ВОЕННОЕ ЖЕ ВРЕМЯ. А сейчас именно ТАКОЕ ВРЕМЯ. И к слову, почему на сегодняшний день в Украине военное время я рассказывал в одном из предыдущих видео, которое можно посмотреть вот по этой подсказке. И как мы видим, в военное время женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на службу. Друзья, вот этот момент как раз нас и беспокоит. Вот эта двенадцатая часть статьи первой закона ОВО и ВС как раз нас больше всего и напрягает. Здесь, в этой части, непосредственно идет связь воинского учета и воинской службы. И говорится о том, что призывать можно лишь тех женщин, которые находятся на воинском учете. То есть, принципиально закон разрешает призыв женщин. Вот это самый главный вопрос, который нас больше всего беспокоит. А могут ли призывать женщин? Как мы видим, да, могут. Да, закон о воинской службе и воинской обязанности прямо разрешает призыв женщин на воинскую службу. Причем они, как мы видим, могут призываться на службу, а также привлекаться к работам, которые необходимы для обеспечения обороны государства. При этом, согласно абзаца второго части двенадцатой статьи один закона ОВО и ВС, женки выполняют висковый обовязок на ривных засадах и с чоловеками. Ну, вот здесь такое себе получается равноправие. Поэтому, друзья, как мы видим, в очередной раз закон подтверждает возможность призыва и статус женщин на воинской службе. Он равен статусу мужчин. Ну, за исключением отдельных случаев, когда мы говорим о защите там материнства и детства. Теперь же мы, друзья, переходим к закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, который в своем роде является основным, пока идет в стране мобилизация. И вот в части, в статье двадцать второй этого закона указано следующее. Ну, во-первых, как сама статья называется, обратите внимание, «Обовязки громадян с счетом мобилизационной подготовки и мобилизации». И часть первая начинается с таких слов «Громадяны зобовязани». Обращаем внимание на то, что снова же здесь нет какого-то разделения на мужчин и женщин. То есть, обязанности, связанные с проведением мобилизации в стране, возлагаются государством на всех граждан Украины, независимо от пола. И если мы пойдем дальше, то мы еще увидим и следующее. Это известная всем статья двадцать три закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, которая содержит основания для отсрочки. И вот здесь хочу обратить ваше внимание на то, как эта статья построена. Вот она, многие ее пункты начинаются со следующего. «Женки-то чоловики». «Женки-то чоловики». То есть, в этой статье отсрочка предоставляется и женщинам, и мужчинам. А это значит, что призыв на воинскую службу во время мобилизации также возможен как для мужчин, так и для женщин. И при этом им же на равных правах предоставляется, соответственно, и отсрочка. Друзья, к сожалению, мы можем сделать только один вывод. Действующее законодательство Украины разрешает призыв женщин на воинскую службу. При этом, для того, чтобы призвать женщину на службу в армии, нужно, чтобы эта женщина находилась на воинском учете. Будет это или не будет, к сожалению, мы этого не знаем, поскольку в будущее мы не можем заглянуть. Но, тем не менее, как минимум, после постановки на учет у государства появится возможность призывать женщин. Ну, а возможность запретить им выезд из Украины, в принципе, есть и сейчас. Ну, как возможность? Такая же возможность, как и та, которой воспользовались, когда захотели запретить выезд мужчинам. То есть, просто было распоряжение, запретили и все. А напомню, что в законе до сих пор нет нормы, которая запрещала бы выезд мужчинам из Украины. Друзья, на этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы считаете данное видео полезным, прошу поставить ему лайк, поделиться им в соцсетях и подписаться на мой канал. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!